И поэтому их Сталин и расстрелял в свое время. То есть патриотов, которые он называл шпионов, которые говорили, что они патриоты, наработали в интересах иностранного государства. Это же теория вопроса, это азбука. К сожалению, вы видите, что нам за это и платим, и будем платить огромную цену. Фактически за глупость переходного периода, за лжепатриотов, которые будут проявляться, и люди будут их считать патриотами только потому, что они ударили себя в грудь и сказали, я патриот. А то, что это может быть переодетый враг, это же как бы у человека человек не задумывается. Вон, мы уже обсуждали эту историю, для меня была удивительная реакция, когда мы наряду с нашим анализом сказали, вот, по-моему, Подоляка, Юрий, сказали, что это очередной американский проект. Как и Навальный, Платошкин, Прилепин, Михеев, их много, этих проектов мы их называли все время. А оказывается, есть люди, которые уже в него влюбились. Но это называется медовая ловушка в разведке, суть которой запускается… Понимаете, почему он иностранный проект? Не потому, я с ним не знаком. По одной причине, потому что он был прошел по тем же методичкам, в которых вложены американские деньги для цели появления этого проекта и раскрутки в российском интернет-пространстве. Нас-то блокирует интернет, тот же Ютуб, а его крутят, добавляют, как и Навальному, просмотры там. Помните, у Навального просмотры под 100 миллионов было? Все же знали, что там не больше десятки. Но они накручивают. Это же манипуляция. Да, он красиво говорит. Так у нас все преподаватели красиво говорят, их 100 тысяч. Но не всех раскручивает Ютуб. То есть, уже поэтому видно, что если американцы в Подоляку вложили деньги, значит, это их проект. Ну, логика тут должна присутствовать у людей. Нет. А то, что он при этом, ну, все-таки он не с луны упал. Значит, мы поднимаем. Кто такой патриот? Патриот – это тот, кто за отечество. Что такое отечество? Это территория и суверенитет. Подоляка за суверенитет и за территорию? Нет. Он открыто против суверенитета. Открыто за Центральный банк подчиненной Америке. Ну, он. Раз он называет себя патриотом, значит, кто он? Лже патриот. Я просто это приведу как пример. Потому что такого рода раскруток через гостелевидение его, кстати, крутят. Как и того же Михеева, да, и Платошкина, и остальных. Это все американские проекты, которые будут выскакивать еще много раз. Ну, неужели мы за 30 лет еще не привыкли к этому? И нам еще сейчас приходится людям объяснять, когда их откровенно дурит Госдепартамент США, что их дурят. И что вы дураки. Ну, видите, а это же тоже оплачивается кровью. Вы понимаете, кто-то поверит. Потом он выдаст какой-то финт, ради которого американцы вложили у него деньги. Как Платошкин, который вдруг неожиданно. Его все крутили, такой профессор, значит, дипломат. А потом вдруг он говорит, а ну-ка давайте в Москву, значит, свергать Путина и сжечь, вот ровно то, что сейчас мародеры делают на Украине, да, и сжечь квартиры. Ну-ка давайте собирайтесь. Это как? Его раскрутили, ему дали как бы голос, а он этот голос тут же развернул против России за американцев. До этого он как бы так все-таки не делал, да? Так здесь та же история будет, что обязательно надо заплатить тысячи жизней, чтобы из тебя дурь из башки твоей вышибить. Тебе 30 лет, граждане России, дурь в башке вышибают кровью и низкосоциальными возможностями, низкими зарплатами и глупостями. И до сих пор многие не научились.